Доброе утро! Сегодня вторник, 9 марта, в студии Анны Филиппова. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. По оценке специалистов, сегодня запасы воды в снежном покрове Волжско-Камского каскада составляют 104% от среднем многолетних значений. На ТЭЦ в Чубаксарах и Новочубаксарске, а также тепловых сетях, идет подготовка к паводку. Здесь осматривают здания, очищают кровли или внестоки проверяют состояние всех дренажных устройств. Под особым контролем береговые насосные станции, гидротехнические сооружения, оборудование открытых распределительных устройств. К половодью готовятся и гидроэлектростанции Росгидро. Сотрудники оперативной службы ГЭС принимают участие в специальных тренировках для отработки действий в период повышенной водности. При этом, согласно прогнозу Гидрометцентра России, в марте приток воды в большинстве водохранилищ на Волге ожидается близким к норме. В Чубаксарах может появиться новый памятник. Коллектив Чубаксарской детской художественной школы искусств принимает участие во всероссийском конкурсе «Культурный след», на который уже подано более тысячи заявок из 64 регионов. В голосовании участвует эскиз предполагаемой новой скульптуры, посвященной букве «Ч» под названием «Чай, чемодан, чебуреки, чебурашка». Идея окончательного варианта арт-проекта принадлежит директору художественной школы Татьяне Марковой. В случае победы памятник может быть установлен на железнодорожном вокзале или в речном порту. Золотую рыбку поймали в Чубаксарах. Съемки фото-проекта под таким названием завершились на днях. Средства собирали всем миром, а главную героиню выбирали среди участников народного конкурса. Съемки большого проекта были отложены на год из-за пандемии. Главные организаторы – творческий дуэт Анны Истомина и Екатерина Николаева, работы которых печатают журналы во всем мире даже во время, когда границы закрыты. В команде дизайнер Татьяна Кострова и художник Екатерина Волкова. Главную героиню истории «Золотую рыбку» Марию Иванову нашли благодаря конкурсу в соцсетях. Средства для экологического фотопроекта собрали благодаря добровольным пожертвованиям. Заявлен рассказ о проблемах, которые волнуют всех в мире – глобальное потепление, экологический кризис, загрязнение природы и мировая пандемия. На вопрос, что вы подарили 8 марта, самый популярный ответ – цветы. А какие именно цветы у чебоксарцев лидировали и при чем здесь древние инки? Расскажем прямо сейчас. На самой вершине и первой по популярности вы угадали именно они – тюльпаны. Ежегодная традиция в 2021 году нарушена не была. Чаще всего в букетах просили перемешать разные цвета. На втором месте розы – красные, белые, желтые и даже пестрые. Тройку лидеров цветущего хит-парада замыкает цветок экзотический, но за последний год прописавшийся в Чувашии. Выращивается здесь, у нас, но не под снегом, а в теплицах. Цветок дружбы, как его называют, альстромириус, она стоит долго, до месяца. В обычных условиях без теплиц вырастить ее в нашей полосе удастся вряд ли. Она совсем не переносит холода. Альстромирию часто называют лилией инков, ведь родина цветка – Перу. После освоения Америки ее привезли сначала в Голландию, а потом она разошлась по всему миру. Очень интересный, очень стойкий, очень красивый цветок. Он гипоаллергенный, запаха у него нет, он подходит абсолютно ко всем и очень хорошо считается в композициях и букетах. Яркого дня всем нашим зрителям в рабочие будни. Не забывайте, что лето наступит через 84 дня.